так здравствуйте друзья мы с вами в компьютере Валерика Синчелезова особый компьютер вот мы должны сегодня поговорить о серьезном деле но это будет не скучно для начала я вам покажу свой сайт вот он я вам покажу фотогалерею и очень надеюсь что вы меня поймете где-то когда-то до Министерства высшего образования а науки высшего образования до Президиума Академии наук до Министерства сельского хозяйства дойдет что нельзя дальше так проводить работу и в учебных вузах которые специалисты должны выпускать вот и тем кто занимается современными технологиями вот хочу убедить их в следующем смотрите это несуществующие якобы на планете плоды выращенные по технологии железово это полностью противоречит тому чему происходит в вузах вот я обращался я железово обращал да сейчас я проверю идет к этому запись а идет я обращался в вижу по телеканалу бобер смотрю несколько передач подряд и здесь уничтожают деревья прямом смысле не то что это вот прям берут и уничтожают я создаю ряд фильмов и отправляю в этот же телеканал бобер кто там сценарист кто эти кандидаты наук которые берут людей миллион людей в учебной дереве было было помогло не помогло что было то осталось вот и у меня таких примеров накопилось несколько сотен я создал 2800 фильмов я сейчас хочу обращаться уже будущим студентам потому что среди них могут дать здесь самородки вот поэтому я узнать куда сейчас обратюсь вот сюда я обращаюсь студентам сейчас у меня победить студентам очень нелегко потому что они больше школьники школьников я поймите будет не скучно а пока скучность заключается в том что вот к этому выработалась нет и не просто выработалась уже настоящая ненависть вот когда появился 11 класс надо было чем-то заполнить вот а так как не хотелось под 11 класс создавать соответствующую психики детей вот потребность современного общества она возникла потому что она просто устарела намертво как было 19 век так там и осталось почему это другой уже вопрос и наполнили его как взяли институтский курс университетский перенесли в 11 класс и что получилось вот бедный студент читает я просто обосновывался почему я сейчас студентам обращаться буду пластиды двухмембранные органоиды растительных клеток которые обнажаются путем деления существует три типа пластид вы еще не спите лейкопласты хромопласты и хлоропласты сильно вы различите хромопласти от хлоропластов вспомнили нет хоть один ну-ка основная функция бессветных лейкопластов запаса не крахмала важнейший уровень зрительной клетки играет хлоропласты зеленые пластины содержащие хлоропил осуществляется фотосиды осенью хлоропласты превращаются хромопласты пластины желтая оранжевая красная краска как и митохондрии пластины имеют собственно галактический аппарат длинка рибосомы и синтезируют белки и так сотни страниц вы понимаете подлость совершенно была невероятная а потом уже я не понимаю так что у нас есть два типа людей первое это у которых мозги направлены на инженер на инженерию на допустим прошу прощения наталья извините я перезвоню или вы через полчасика я кино снимаю я не хочу прерывать и так получается что те которые поступил институт он уже ну наверное не самое что ли как круглоголовые не самые круглоголовые а еще настолько все плохо что я общался с множеством людей если не попадались руководители обучающих организации специально какого а у нас валерий константинович вся милиция местная получила дипломы агрономы разочаренный диплом и что мечтают нет это надо для их им надо средне специальное образование надо это для пусть какой-то усеченный но все таки ну все таки карьеры поняли да все настолько плохо я вначале обосновывая а потом перейду к конкретным делам вот это прочитали ужаснулись вспомнили одинцоклассники бывшие вот это нет связи между знаниями теоретическими и практическими я попробую восстановить а сомнение считали голословным смотрите биология вот это отсюда взят там такие сутки страниц таких вот это была мельчайшая подлость в отношении к студентам будущим студентам вот это вот вторая категория то есть мы видели будущую науку и мы видим практику практика оказывается тоже далеко не ушла знаете что сейчас это дело это телеканал это дама кандидат наук очень раскрученная которая взяла и обрекла не на возможную смерть дерева на стопроцентную смерть сто если бы было не сто а сто двадцать триста пятьсот это дерево умрет и никуда ничего ведь они это на полном серьезе это такой дикий уровень а нам нужно чтобы выпускники что-то умели а сейчас ни один не умеет вот а они зачем гордятся потом увидите вот это полюбовались да вот неизвестная причина от чего девять саженцев груш яблонь из-за неизвестной болезни приобрели в Сайоногорске не у вас вот это упущенная возможность была спасти миллионы деревьев потому что Сайоногорск Абакат Минусинск это Эльдорадо Сибирская это были миллионы яблон теперь они все превратились в дрова ну скажем так девяносто пять процентов вот здесь наука тоже не было то есть практически наука к ней претензии а это же бывшие бывшие студенты вот у меня впереди вебинар я многое для этого вебинара готовлю материал пока просто давайте я не буду это а вот это я покажу мой сын Сергей агроном самый настоящий мало того что он садовод любитель мало того что он лучший ученик Сергея лучший ученик отца меня Железова Валерия Кустиновича так вот это вот он единственный раз вышелся на праздник и вот это показал должен был приехать губернатор нашего этого самого Акасии и я надеялся что вот видите это телевизионная камера она стоит рядом она тоже ждет это местная телевидение камера она тоже ждет губернатора мы надеялись что если это его заинтересует то будет какая-то возможность как-то организоваться что ли понимаете вот это с нашего сада это не сырынка это сады это еще не все потому что что-то уже отошло а что-то еще не подошло ну а какие у нас саженцы давайте посмотрим вот я отрелся только потому что наука такие саженцы выращивать не умеет констатирую этот факт имея сотни примеров и ни одного положительного ну что смотрим дальше вот это наши гости единственный питомник в России где прежде чем купить саженцы идет угощение скажем так а потом саженцы а вы думаете что там слева внизу могли бы не заметить смотрите внимательно вот 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 специально так сделал видели вот то есть не только яблоками груши сальсами и персиками и черешни но дело то не в этом в данный момент я хочу сказать что его сын Сергей имеет агрономическое образование работает крылущиком на заводе и свободное от работы время вот это вот небольшой питомник который это его жена Татьяна который зимует на морозе это уникальная вещь себе питомник зимует на воде это самая техника не отрежешь вот так подведешь покупателя полностью выкрыть все невозможно вот это одна из картинах зимних ранней зимы вот это надо бы студентов научить всего этому а их учат как я показывал тебе сколько академия три студента этот горшок такой же даже меньше трехметровый с таким штабом трехметровой высоты здоровенное дерево корни вот столько их в этот горшок это самое впищивают трех или пятилитровый это было ужас это видеть а нормально выращены в горшках видели а там пихали причем это было на полной сережке на сайте вот эта халтура смотрим дальше вот это нормально наши гости наши покупатели всегда улыбаются несмотря на цены вот это есть профессиональная работа но все-таки лучше бы Сергей Железов работал бы в институте в университете и учил других ну правда есть специальное образование это значит не вышел пытался в Красноярску строить сам в этом агроуниверситет ему сказали платим монету он имея диплом я почему интересная студенческая проблема студентов и проблема из-за этого всей России он имея диплом среди специального образования имея лучший питомник в России по качеству плодов так вот он же ему сказали плати монету за то чтобы окончить агроуниверситет а его должны были не так взять его должны были взять бесплатно а потом сказать параллельно принимаем вас учитесь как ну что мы его учили уже поздно учить вот но принимаем пусть идет там курс за курсом получите диплом но пожалуйста помогайте нам учить студентов а его не взяли потому что он должен был платить деньги он он не ему а он вы поверите вы поверите человеку в быстрей квалификации я всегда говорю наверное есть садоводы в России не хуже и они есть всех практиков я знаю всех вот но лучше уже нету не бывает а в институтах университетах академиях близко такого нет я вам буду вынуждать это показывать смотрим дальше вот значит идет и учеба параллельно я же говорю как огромное количество вы видели выше фотографии еще ниже буду листать 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 это все для вебинара у меня есть вот это то что вы видели это часть сайта это у меня фотогалерея возвращаясь обратно фотогалерея публикация гостевая книга в ней вот это объявление вот она свежая вот она вот она не смотрите на дурацкую рекламу которая лезет сюда вот это есть фотогалерея ой я уже заговорюсь это есть объявление о вебинарах вот и здесь же это объявление здесь и вот тут я его сюда перенес видите как просто нажмите и на ссылку вот это или вот это или вот это и вы будете зарегистрировать и будете участниками вебинара вот развести уши смотрим дальше а это все для вебинара это мы будем разбираться рассказывать как когда прижмут это мошенников из бекера вот что они прислали видите вместо черешни акипку вот а мы тут ни при чем нам привозят то есть чем купил зато продал то есть видите это мошенничество многое об этом про это я расскажу вот вот про эти про эти вот про южные которые умрут всегда видите пусть учебы видят эту картинку розы видите увидите в каждом городе даже не подходите вы обязательно продадут южные саженцы а это мертвые саженцы февраль москва я лично снимал мертвые все мертвые а люди покупают вот и вот дальше идет учеба 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 это все для вебинара которые люди увидят вот это я там покажу мой рекордсмен абрикос это его левая сторона это его правая сторона ожидаемое количество только пожалуйста и кто валидол не глотайте это нормально вот застолье держитесь это дерево мой патриарх должно дать в этом году порядка сорока пятидесяти ветер если ветер не идут ураганные ветра может часть плодов собьют но ожидая сорок пятьдесят как минимум ветер с одного дерева вот почему потому что я хочу чтобы любой студент это знал учеба 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 видите вот а почему такая учеба нужна а потому что возьмем вот такую веточку прививки еще и вас научат она потом даст в случае в случае три плода прививки на скелетных ветках видели ладно все пропускаю пропускаю это все будет на вебинаре дальний ряд мои саженцы ближний ряд рыночные пробовали дальний ряд мои саженцы ближний ряд рыночные все в один год посажены ладно это тоже рыночная вот семь лет этому саженцу вот 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 результат это есть сегодняшний я подъеденную зону пропускаю а вот это я не пропускаю подхожу главному делал о чем есть такое анекдот когда увидели волка он весь перементованный на костылях мол да что с тобой да как это случилось да за зайцем погнался да ты что догнал догнал ну и что зайц оказался сомбистом вот такая вещь случилась если кто-то эту историю уже знает ничего страшного но я адресую студентов это хитро ни одного студента ни один преподаватель не порекомендует посмотреть этот фильм не порекомендует я-то уверен в этом вот а у вас могут быть студенты племянник то этот самый сын вот сосед Константиновича получит нам уже в стране сады сады нужны вот вся эта сказка про это замечание так сказка и осталась я про это много говорил приводил примеры вот и так однажды случилось что нарвался волк на сомбиста вот это две матерые волчищи две дамы с этим с высшим образованием опустился эти берязники одна как минимум кандидат наук значит посоветовали женщине которая пожаловалась отрезать вот эту ветку мол 7 лет и не цветет вот эту ветку отрезать вот это вот это вот это все четыре вот мой брат тоже железо электромеханик но кончал то тоже циркосмос вот только со сложностью механизма но коста вообще и в общем то он еще и мой помощник размещает это улучшает размещает вот эти фильмы то есть придает им праздничный вид музыка и они этого не знали и когда он размутился что обрезали эти четыре посоветовали обрезать вот и вызвал дикую невероятную ярость как посмел вы там у себя там и здесь мы это короли вот эти из этого какой был сырбор словом за словом чуть дальше не сказал погрубее ужас какой-то вот были смешаны с грязью были оскорблены я мой брат и мой сын все это было вот ну про сына вы видели уже было за что его оскорблять вот посудите сами а зачем я это второй раз показываю все не буду второй раз показывать вот видели его питомник видели мой мою фотогалерею вот и это все таки случилось так что они козыряли своими знаниями давайте посмотрим как это выглядит значит им сильно помешало предупреждение оскорб это было так для них это было настолько оскорбительно что кто-то сказал что это не надо этого делать выскал свое мнение кстати очень вежливый у меня брат вот это было воспринято и вызвало такой приступ уже не непризы ненависти а дало возможность этот сырбор весь прокомментировать уже мне и тут же оказалось что принесло это большую пользу я считаю всем вот сейчас мы закончим это как первую серию вот вот и я только объясню почему надо продолжать Наталья Медведева это одна из тех двух там кандидат на уху выпускница тебе резать мне это не интересно а что я не интересно это дело в том что мы пытались оправдаться нас из грязи смешали что действительно нельзя отрезать эти четыре ветки на конца вот вообще нельзя резать вот оказалось что эти дамы они не знают ничего они не знают что нижней скалетной ветки кормят корни как кормят фотосинтез но они же листья будут когда отрезают ветки а эти дамы даже не догадываются что придет лето но и будут листья они об этом не думают они эти листья их как будто если не отрезать так и не будут видеть вот она пишет мне это не интересно я когда друг у меня шикарное образование всех судным видом несет чушь вот скажите это еще мерзливо у меня еще похуже типа ума не нашел вот и вот я считается что вот отрезать это правильно ну подумаешь дерево умрет вот главный принцип не положено дерево иметь ниже света не положено заметьте по генетике положено а по высосанной из пальца науки из пальца высосанной не положено еще раз по природе положено а дерево оказывается неправильно вот получилось следующее ну ладно это не оскорбление а действительно металлург смотрите его фото еще чего я профинал ученый селекционер думаю не стоит знать но потом выяснилось что она специалист по травам а не по абрикосам и по грушам яблони вот и наконец я обращался и говорю пожалуйста это снято было в апреле вот уже после этого скандала ну пожалуйста девчонки раз вы говорите что вы гордитесь что вы баснице тебе резинки пожалуйста позвоните туда напишите письмо своему альмаматору ректору по ректору по науке срочно пусть уберут вот это вот подлое общие принципы обрезки вот это даже слуха у меня нет какая страшная вещь приносит то что каждый студент знает что это все надо уничтожать понимаете толку я не добился вот но я особо на них не рассчитывал рассчитывал как можно больше людей узнать об этом вот и родил постулат специально для будущих уже для будущих студентов постулат железо суммарный урожай плодовых деревьев зависит от максимальной площади листьев за все годы и вот только после этого когда это дойдет до верхушек там где они же все вы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь все с дипломами там на самом верху кто-то должен схватиться за волосы сказать уничтожить срочно убираем все это студентам говорим нет лишних веток отрезая ветку у меня сотни фотографий одну отрезал три получил толстую отрезал восемь получил шестнадцать получил и это называется прореживание они дальше одного года не знают такой последний что практически все кто учит никогда не выросли ни одного дерева вот и мы на этом постановимся пока постулат железо суммарный вырожай плодовых деревьев тут у меня ошибка суммарный вырожай плодовых деревьев зависит от максимальной площади листьев за все годы вот ну дополнительной картины я кое-что покажу нет пусть это будет следующая серия дальше мы переходим к практике хорошо так я пока устанавливаю запись и прощаюсь но ненадолго вот без удовольствий оборудов Продолжение следует...